Всем привет, меня зовут Кирилл Деденок и это Звезды PR. Сегодня в этой импровизированной супер-студии не обычный блогер. Обычный блогер это интроверт и себе любые, а у нас Валерия Любарская и ее полмиллиона на канале. Лера. Привет, да. Как дела? Отлично у тебя как? Хорошо. Такое сильное рукопожатие, сразу видно, готовишься. Прости за вопрос, что в себе такого особенного? Почему ты вот такая стала резко популярная? Если говорить про особенность какую-то, то да, саморазвитие, самомотивация и что может человека сделать хоть немножечко лучше. Самое главное это преподносить в такой более ироничной форме, в форме какого-то такого скетчевого шоу. И я начала заниматься видеоблогингом в возрасте 20 лет. Я считаю, что видеоблогингом можно заниматься, внимание, можно заниматься, начиная с 16 лет. И я просто уверена, что сейчас прозвучит что-то подобное. Лера, вообще-то я могу тебе привести десятки видеоблогеров, которые начинали отнюдь не с 16 лет, а с 13, 14, 15. И у них сейчас даже гораздо больше, чем у тебя. Для того, как сделать свой канал на ютубе, ты поняла, вот я хочу быть мотиватором девочки. Нет, вообще у меня такое представление было. Оно у меня появлялось в течение последних двух лет, что у меня канал в принципе и существует. На тот момент я вообще не думала, я просто думала, что вот, на просторе ютуба никто не знает про сериал «Как я встретил вашу маму». И первое видео было посвящено моему любимому на тот момент сериалу. Детки, сегодня я расскажу вам о сериале «Как я встретил вашу маму». Мы что, наказаны за что-то? Нет. Почему именно этот сериал? Ну, не знаю. Наверное, потому что он... Это так убого было. Вот я просто сейчас сравниваю мои видео нынешние и то вот специально оставила вот эти несколько видосиков, которые были самыми-самыми первыми. Это очень страшно. Сколько времени понадобилось на первых, ну скажем, 10 тысяч подписчиков на канале? Это же самое сложное время. Вообще, я не помню даже, когда тысяча была, зато я так хорошо помню, когда было первые 200 подписчиков. 202 подписчика было, и я такая... Господи, это было в феврале 2014 года. Слишком стара для ютуба. Вот это сомнение, в принципе, бы затронуло меня год назад. Ну и потом постепенно, постепенно, потом мне в голову пришел тег. Это мои музыкальные ассоциации. Я придумала его полностью сама. Я решила, почему не ответить не словами, вот мне нравится то-то, то-то, а песнями, когда люди просто делятся своим музыкальным вкусом. Это очень интересно. Вот когда Милена тег приняла, когда Маша тег приняла на васад. И у меня вот, по-моему, за несколько, за неделю, может быть, там до 15 тысяч, по-моему, возросло. Под какую мелодию ты чувствуешь себя клевой? Я снимаю со своими лучшими друзьями, я снимаю там с Андреем, с мамой. Мама это вообще мой самый ключевой персонаж. Ну вот, обед готов. Может быть, не стоит звать гостей. Вы просто не представляете, как мне мама звонит и пилит меня по поводу того, что я ей не ставлю лайки и не комментирую ее фотографии. Да, это шок реально. У людей часто такой, как ты говоришь, влог, перед тем, чтобы стать мединым, стать популярным, у некоторых проблемы с кожей, у некоторых проблемы с зубами, у кого-то с дикцией. У тебя какие были проблемы? У меня, ну, я своим недостатком считаю свой, как бы, лишний вес порой, потому что, ну, не то чтобы лишний вес, я довольно спортивный человек, у меня мышечная масса большая, скажем так, ну и рост у меня довольно высокий, метр семьдесят шесть. И кажется, что общая картинка довольно-таки, а ты нас не сожрешь. Потом я поняла, а почему я должна как-то в этом закрываться? И если человек сегодняшний лучше самого себя вчерашнего, то вот оно, настоящее позитивное сравнение. Если вы хоть чуть-чуть вот так подумали о том, что, блин, как это же классно быть блогером, я тоже хочу, поверьте мне, вас ждет несколько очень неприятных моментов. Это то, что вы не сможете нормально засыпать, потому как под полтора часа просто будете думать о том, какое бы видео снять следующим. Второй момент. Вы будете есть только в каких-то столовках, перебегающих моментах, потому что от встречи до встречи вам придется перекусывать батончиками, из-за этого лишний вес и прочие-прочие вещи. Ну и, естественно, орда негатива, которая только может собираться, это все будет выливаться в какие-нибудь платформы. И вы такие, что, почему это обязательно должно быть на мне? Так что, я даже не знаю. Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не становитесь блогером, потому как это очень-очень муторно. Если все-таки вы конкретно задумываете о том, чтобы стать блогером, это реально круто. У меня здесь нет кофе. Не хочется снимать с ним интервью, поэтому ставьте лайки, если хотите. Ты что там, прыгаешь? Ну, в общем, да, ребят, пока!